Поэтому сегодня попробуем развеять все тайны, которые, наверное, улетают вокруг нас. И будем говорить, что мы из Санкт-Петербурга, так что мы с вами земляки, мы этим гордимся. Называемся мы 3DB, что мы по поводу названия, мы с вами еще поговорим. Это был интересный разговор. Но пора начинать. Мы начинаем. Наступила весна, не хотелось, знаете, вот концерт приурочивать к чему-то. Вот хочется концерт и делаешь концерт, а не так, что скоро Новый год. Можно от Нового года сделать концерт. Поэтому сегодня ни к чему не приурочить, но весна идет, и это нельзя отрицать. Поэтому музыка из самого романтичного фильма за всю историю красотского кинематографа Амелии. Музыка из этого фильма. Музыка из этого фильма. КОНЕЦ 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 Браво! Каждый раз, после первого, после второго, были приятные моменты, когда нас спрашивали, ребята, когда в следующий раз. Вот сегодня третий раз, благодаря вам, между прочим. И нам приятно, что вам нравится. Нам нравится, что вам нравится. И следующее произведение, это не показательство. Спасибо. 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 Вы знаете, если мы задали вопросы, да, мы вообще задали вопросы постоянно, но, в принципе, это было первый раз. Спасибо. Мы с вами не отвечаем. У нас, с одной стороны, простой, с другой очень простой. Ребята, а что вы играете? Мы задумались, что же мы играем, как называется наш стиль. В академической музыке существует нечто похожее на высоком уровне. Например, на новом фильме «Классовер», например, они берут известную музыку и играют через руссконародную призму. И назвали все это дело «кроссовером». И вот термин «кроссовера» стал как-то так популярным. Его стали использовать другие коллективы, уже не руссконародные. Ребята, вы не «кроссовер», нет. Кто мы? Я не знаю. Может быть, мы сегодня с вами решим, кто мы. И мы полезли в интернет. Интернет – это сегодня снято. Сегодня снято. Сегодня снято наше реалии. Там происходит вся наша жизнь. И мы стали искать. И мы нашли. Сайт называется википедия. Оказывается, мы играем в карту. Что-то такое. Мы стали изучать. Здесь повторим. Ковер, ковер, ковер. И поняли, что под этот термин очень часто попадают неправильное содержание. Потому что ковер – это, оказывается, когда мы берем очень известную музыку и переделываем ее очень сильно. А тогда, например, коллективы, у нас есть много хороших друзей коллективов, которые берут музыку и играют точь-в-точь, как это делал сам исполнитель. И вот, ребята, второй вариант, когда играют точь-в-точь, называется «копия». Так что, вот так говорят, мы ковер. И поющая девочка поет как бы не Хьюстон. А все ребята играют как тоже. Это не ковер. Это копия. Оказывается, ковер – это мы. Друзья, вот мы с вами разобрались. Мы – ковер группы 3DB. Здесь замечательные небольшие буклетики, программки. Где можно, где можно, 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 можно. Где можно получить информацию о том, что мы сегодня будем играть. Впрочем, кто мы уже играем. Итак, ребята, первая композиция называлась «Музыка из кинофильма «Алилик». Там их очень много. Вот одна из них. Назовем ее «Музыка номер 2». Прократись «Музыка номер 1». Мы обязательно ее сыграем. Далее мы играли Андриана Челентана. Кто же не помнит Андриана Челентана? А может быть, кто-то вспомнил название произведения? Ну, руки, руки, руки. Друзья, «Сюзанна» – это рыжавоса песня. Мы читали текст «Сюзанны». Не дай бог, не надо. Лучше слушайте без перевода. Далее мы играли «Гуру» радио «Опе». Музыка невеселая, но очень интересная. Нам она нравится. Мы будем стараться, чтобы и вам она тоже нравилась. Ребята говорят, пора начинать. И мы начинаем. Один человек в этом зале заметил специальную обложку. Мы не играли Андриана Челентана. Он будет звучать. Мы играли «Памятник Арусов». Друзья, сегодня весна. Надо веселиться. Все как реаловала, очень хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...